Продолжение следует... Мы хотим познакомить вас с использованием некоторых мнемонических приемов, таких как реплизация, ассоциация, визуализация и аналогия при изучении правил русской орфографии, пунктуации, синтаксиса и подготовке к централизованному тестированию. Изучение русского языка вызывает у большинства учащихся не очень большой интерес, это связано с обилием объемных правил и исключений. Все это приводит к тому, что учащиеся негативно относятся к изучению предмета. Проблема заинтересованности предметом существовала всегда и является актуальной и злободневной и сейчас. Одним из важнейших критериев педагогического мастерства в современной школе считается результативность работы учителя, которая проявляется в высоких показателях школьников на экзаменах, на централизованном тестировании и, конечно, в их интересе к предмету. У учителя возникает вопрос, как научить, у ученика возникает вопрос, как запомнить. Практика показывает, что одной из причин, по которой правила русского языка не усваиваются, является неустойчивая память. Память — самая долговечная из способностей человека. Как вы помните, мозг человека состоит из двух полушарий. Правая отвечает за образное мышление, левая — за логику. Правая — это эмоции, левая — разум. Мозг привык запоминать всё таким, как есть. Многообразие цветов, звуков, запахов и других качеств. Ссылаясь на авторитетное мнение психологов, хочется напомнить, что гораздо хуже запоминаются факты, которые имеют, вернее, лучше запоминаются факты, имеющие положительную окраску. Хуже — отрицательную, и ещё хуже, которые не имеют никакой окраски. Поскольку сами правила не имеют никакой эмоциональной окраски, то мнемоприём, как нельзя, лучше компенсирует этот недостаток. Образная память искусственно вызывает недостающие ощущения, дополняя усечённую информацию до полноценного образа его выздавшего. Включение всех каналов восприятия отменяет принцип «повторение мать учения». Повторение разрушает то, что человек запомнил. Мгновенное запоминание — это адекватная реакция на процесс обучения. Никаких стрессов, уверенность в себе, умственная работа становится творческой. Не надо тратить время на зубрёжку, потому что оно освобождается для более продуктивной деятельности. Сумел вообразить — значит, запомнил. Обучение теперь сводится к пониманию. Понял, представил, представил — уже знаешь. Это более стойкая форма памяти, разрушить которую очень трудно. Так как она исходит из интересов и профессиональных знаний самого человека и уже неотделима от его личности. Так вот, как же заставить работать это самое правое полушарие, которое отвечает за образное мышление, а значит, работает на результат? Вот здесь на помощь и приходит мнемоника. Мнемоника от греческого искусства запоминания. Это совокупность специальных приёмов и способов, облегчающих запоминание нужной информации. То есть это запоминание ассоциациями. Мнемоника обеспечивает не только эффективное запоминание, но и сохраняет и воспроизводит нужную информацию с помощью искусственных ассоциаций. Тем самым развивает память в сторону увеличения её объёма с помощью вспомогательных средств. В греческой мифологии мнемозина была богиней памятью и матерью Девятимус. В Древней Греции люди применяли мнемонические приёмы довольно успешно. Используя их, древние греки приобретали способность быстро запоминать очень большой объём материала, демонстрируя своё ораторское искусство во время публичных выступлений. Издавна пытались найти способы, которые облегчали бы запоминание и древние народы. Древние норвежцы вырезали на деревянных дощечках особые значки для запоминания календарных и метеорологических событий. Здесь на слайде вы видите некоторые примеры. Древние римляне делали значки на ногтях для запоминания праздников. Татуирование индейцев имеет мнемонический характер, как и столь часто употребляемые узелки из озубренки на память. Геродот находил зачатки мнемоники как искусство у египтян, но гораздо вероятнее, что мнемоника получила своё начало у греков. Её основателем одни называют Пифабора, другие — Симониды. Геппи, Теодет, Хормит и Метродорс Цепсий разрабатывали мнемонические приёмы и в искусстве запоминания доходили до виртуозности. Вот здесь вы видите отрывок из произведения Платона. Это диалог, который демонстрирует использование мнемоники в древности. Диалог Сократа и Теодета. Так вот, чтобы понять меня, вообрази, что в наших душах есть восковая дощечка. У кого-то она побольше, у кого-то поменьше. У одного из более чистого воска, у другого из более грязного. Или у некоторых он более жёсткий, а у других помягче. Но есть у каждого в меру. Вообразил. Скажем теперь, что это дар матери мус, мнемосины. И подкладывая его под наши ощущения и мысли, мы делаем в нём оттиск того, что хотим запомнить из виденного, слышанного или самими нами придуманного, как бы оставляя на нём отпечатки перстней. И то, что застывает в этом воске, мы помним и знаем. Ну, то есть, видите, так образно, но очень доходчиво и понятно. Сократ объяснил принцип мнемонических приёмов. У греков мнемонику переняли и римляне. Цицером и Квинтелян интересовались этой наукой и даже её рекомендовали своим ученикам, но не останавливались на ней настолько, чтобы заняться её разработкой или усовершенствованием. Мнемотехнику начал, изучал и разрабатывал и преподавал Джордана Бруно. Ею интересовался Аристотель и обучал этому искусству своего ученика Александра Македонского. Феноменальной памятью, основанной на приёмах мнемотехники, обладали Юлий Цезарь и Наполеон Бонапарту. Использовалась мнемоника и на Руси. Например, при изучении славянской азбуки. Названия всех букв в кириллице, как вы помните, имеют своё мнемоническое объяснение, которое позволяло быстро запоминать алфавит. Ну вот буква А называлась Аз, Б Буки, Б Веди. И возникало Азбуки Веди, это значит «я буквы знаю», в переводе на современный русский язык. Г – глагол, Д – добро, Е – есть. Глагол «добро есть» в переводе на современный, письменность «есть добро». Р – РЦ, С – слово Т твёрдо. РЦ – слово твёрдо, то есть произноси слово твёрдо. Вот эти фразы позволяли по начальным буквам запоминать название букв в русской азбуке. Ну и известный вам хорошо приём, вот на нижней картинке отражён, это приём мнемонический запоминание количества дней в каждом месяце по косяшкам пальцев рук. Основной секрет мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда человек в своём воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь, и в дальнейшем при припоминании по одному из образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы. С одной стороны, мнемотехника – это психологический термин, а с другой он ещё учитывает и биохимическую природу мнемотехнического приёма. Если познавательные процессы протекают на фоне естественного познавательного интереса и положительных эмоций, то вырабатываются химические вещества, которые активизируют сознание и реорганизацию нервных сетей коры головного мозга. Это делает мышление и запоминание более результативным. То есть получается, что на биохимическом уровне оправданы мнемонические приёмы. Успех заключается в том, что мнемонический приём не оставляет школьников безучастными, равнодушными, заинтересовывает их, а урок становится запоминающимся. Когда им предлагаешь подобную форму работы, они очень активно включаются в неё и начинают даже сами придумывать свои какие-то правила для запоминания сложных правил. Остановимся на основных приёмах мнемотехники. Это ритмизация или по-другому ритмизация, образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой информации, запоминание длинных терминов или иностранных слов с помощью созвучных, нахождение ярких необычных ассоциаций, это картинки или фразы, которые соединяются с запоминаемой информацией, метод цицерона на пространственное воображение, метод Айвазовского, основанный на тренировке зрительной памяти, методы запоминания цифр, это закономерности или знакомые цифры, числа. Ну, немножко о каждом из них. Ритмизация или рифмизация, это, как вы видите из самого слова, перевод информации в стихи, песни, в строки, связанные с определенным ритмом или рифмой. Образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой информации, хорошо вам известная фраза, которая помогала нам в своё время запоминать последовательность цветов в спектре, да, каждый охотник желает знать, где сидит фазак. Ассоциативный метод. Его суть заключается в том, что между словами или объектами устанавливается связь, которая создаёт из предметов, не имеющих между собой ничего общего, единое целое. Связь может быть любой, сказочной, фантастической, абсурдной, и чем более необычную связь вы сможете придумать, тем лучше сможете запомнить эти объекты. Ну, иллюстрация всех этих приёмов у нас предусмотрена в практической части, которая вот в скорости последует. Метод цицерона. Вот ассоциативный метод работает хорошо для относительно небольшого числа объектов, а если нужно запомнить большой объём информации, тогда удобно использовать метод цицерона. Его суть заключается в том, что создаётся последовательная система, такая матрица образов, и каждая ячейка матрицы содержит образ. С каждым образом этой системой поочерёдно ассоциируются ключевые слова, той информацией, которую нужно запомнить. Это могут быть цифры или сами слова, или какие-то объекты. Например, вы можете представить, что вы отходите в свою комнату, где вам всё знакомо, и информацию, которую вам нужно запомнить, вы расставляете мысленно по ходу вашего продвижения по этой комнате. Вы сможете вновь всё вспомнить, когда представите опять эту комнату и ту ключевую информацию, которую вы разложили по предметам, по углам этой комнаты. Метод Тайвазовского. Это метод тренировки зрительной памяти. Необходимо посмотреть на предмет или пейзаж, или на человека в течение трёх секунд, стараясь запомнить детали, потом закрыть глаза и представить мысли на этот предмет в деталях. Потом задать себе вопросы о подробностях этого образа, открыть глаза на одну секунду, дополнить образ, закрыть глаза и постараться добиться максимально яркого изображения предмета. И так повторять несколько раз. И метод визуализации. Он позволяет образно в разных деталях мысленно представить или увидеть запоминаемую информацию. Регулярное использование мнемотехники позволит включить в работу и развить внимание и память, образное мышление, способность к визуализации, воображение, активизировать работу одновременно двух полушарий головного мозга. Большая часть старшеклассников с лёгкостью вспоминают мнемонические приёмы, потому что составление правил для себя – это ключик к запоминанию и последующему припоминанию. Мнемоприёмы позволяют экономить время на занятиях по повторению и систематизации пройденного, и поэтому особую пользу приносят при подготовке к ЦТР. Благодаря использованию мнемонических приёмов учащиеся хорошо усваивают темы по орфографии, орфоэпии, акцентологии, синтаксису, повышается интерес к предмету, и изучение русского языка не вызывает панического страха, даже если до высоких результатов ещё далеко. Ну, это вкратце такая теоретическая часть, которая вводит вас в курс дела, что такое мнемонический приём. Сейчас на конкретных примерах мы вам продемонстрируем, как эти приёмы работают в процессе изучения и запоминания трудных правил по русскому языку. Светлана Николаевна Торболь продолжит. Подготовку к ЦТ мы начинаем с повторения фонетики. Посмотрите в методичках, где есть задание. ЦТ номер один. Найдите в каждой ряду слова, в которых все согласные звонкие. Вы, как носители языка, помните, что в русском языке есть парные звонкие, есть непарные звонкие, есть непарные глухие. Очень трудно запоминаются некоторыми учащимися. Для этого существуют мнемонические приёмы. Вот парные звонкие согласные можно запомнить по такой фразе «Без ноги был, я даром жил». Но, конечно, этому предшествует определённая работа по визуализации. Предлагаем учащикам вспомнить сказку детства, когда мама читала про Илью Муромца, который много лет просидел на печи. И сначала работает правое полушарие. Учащиеся, возможно, восстанавливают в памяти, возможно, придумывают. У каждого Илья Муромец свой, но фраза для всех одна. И вот по этой фразе мы запоминаем все звонкие согласные. Это задание из тестов. Может быть, задание в тестах найти непарные звонкие согласные. Тоже предлагаем представить, может быть, бабушкин сад, может быть, Эдемский сад, может быть, ботанический парк. У каждого своя картинка возникает. Но, одно только но. Этот парк, сад, Эдем, в нём должны расти только лимонные деревья. Каждый представляет себе учащийся. И мы запоминаем непарные звонкие согласные по фразе «Лимонный рай». Ла-ма-на-ра-е. Так работает этот приём. Вначале мозг вспоминает картинку, а потом к этой картинке привязывается какая-то информация. И вот с лёгкостью запоминаются тогда согласные. Следующее. Могут быть задания в тестах. Найдите непарные твёрдые согласные. Тоже помогает фраза «Жужишь цеце». Но вначале мы тоже предлагаем представить эту цеце. Как она жужжит, в деталях рассмотреть её ножки, крылышки, ещё что-нибудь. И запоминаем по этой фразе. Это непарные твёрдые согласные. Ж-Ш-Ц. Посмотрите, пожалуйста, первое задание и попробуйте найти, ну, хотя бы первый-второй пункт. Слова, которые состоят из звонких согласных. Только звонкие согласные. Парные, непарные, неважно. Ваши варианты, коллеги. Применяя фразу «без ноги выл, я даром жил». Вот в первом ряду это какие слова? Звон. Звон и дорога, совершенно верно. А во втором ряду? Борьба. Борьба. А здесь подвох. Мы говорим о звуках, не о буквах. Произнесите слово «збой». Сбой, да, совершенно верно. Сбой. А звончение, и значит, это наш ответ, наш вариант. Учащиеся должны это видеть и понимать. Давайте ещё в третьем ряду поищем. Жара. И несгибаемость. Совершенно верно. Тоже процессы звончения происходят. Вот таким образом мы повторяем фонетику. Дальше. Очень коварные в русском языке буквы «е-ё, ю-я». Мы их запоминаем по фразе «я её люблю». От них очень много зависит. Во-первых, правописание твёрдого знака после приставок «на согласный» только перед буквами «е-ё, ю-я». Учащиеся путают. Могут и перед «у» вставлять твёрдый знак, и перед «а». Фраза помогает помнить только эти четыре буквы. В некоторых ситуациях эти буквы могут менять свой облик. Иногда буква – это один звук, а иногда буква – это два звука. В начале слова, после гласных и после разделительного твёрдого знака. Эти буквы обозначают два звука. Очень важно это понимать, когда учащиеся выполняют задания из раздела словообразования. Как в русском языке есть нулевое окончание, так может быть и нулевой суффикс «е», который незаметен, его нужно видеть и понимать, что, допустим, это суффиксальный способ образования слова. Для этого и нужно запоминать эти буквы, когда они обозначают два звука, и именно эти четыре буквы. Посмотрите, пожалуйста, второе задание и определите ряды, в которых слова обозначают два звука. Буквы обозначают два звука. Яма – боец, номер два, номер три и номер четыре, совершенно верно. В этих словах буквы «я её люблю» обозначают два звука. И учащиеся сами говорят, что если я её не люблю, значит, там работает какое-то другое правило. Следующий раздел, который мы повторяем, возможно, кто-то изучает, это орфоэпия и акцентология. У вас есть задание, номер один, расставьте правильное ударение слова. Такие самые распространённые ошибкоопасные слова. Попробуйте сами расставить, что у вас получится, а потом мы маленькие подсказки свои. Обращаясь к вашему правому полушарию, предлагаю вам представить такую картину. Вы ушли на работу, дети в школу, муж на работу, и в вашу квартиру залез вор. Он ничего не взял, шубы на месте, ценности на месте, исчезли только документы. Так вот, вор украл договор. В слове «видите договор» вор содержится. А если их было двое, это уже сговор. Договоры украли договоры. Поэтому только договор. Вот к чему приводит... Если много есть сладкого. Торты, шорты. Конечно, мы перед этим предлагаем задание представить себе какую-нибудь объёмную женщину, которая ест очень много сладкого. И представить её потом в шортах. В словах тоже ошибко-опасные слова «щавель-щавель» или «крапива-крапива». В этих словах растут деревья. Ель и ива. Когда пишем на доске слово, предлагаем учащимся найти дерево в слове. И на это дерево падает ударение. Поэтому «щавель», поэтому «крапива». Вот ошибко-опасное слово. Крайне редко можно услышать правильную постановку знака препинания. В основном говорят «мастерские». Представьте себе бабушку, может быть, свою собственную, холодным зимним вечером, сидит в кресле, может быть, у себя в деревне, может быть, в городе, и вяжет внукам носки. Очень быстро мастерски. Это здесь мы вам очень быстро рассказываем, поскольку время ограничено. А когда мы готовимся к ЦТ, может, и всё дело медленно, нас никто не подгоняет, мы время уделяем на все эти представления, не торопясь. Вот такое маленькое стихотворение позволяет запомнить некоторые слова. Всегда старалась мама сыночка баловать, Арахисовый пудинг на завтрак подавать. Балованный же мальчик закатывал глаза, Давно по нему плачут крапива и лоза. Дальше. Слово «красивее» запоминается по предложению, чем женщина счастлее, тем выглядит красивее. И ещё можно по ноте С. Так как у нас на факультете очень много иностранцев, по отношению к ним трудно применять такие мнемонические приёмы, но кое-что мы уже тоже начинаем в копилку складывать. Вот слово «красивее» достаточно часто встречается в РКИ, а у нас много музыкантов. И поэтому, когда «дорэ ми фа соля си», они уже понимают, что на эту ноту С падает ударение. И говорят правильно. Даже иностранцы у нас начинают это слово говорить правильно. «Ракушка возле ушка». Тоже прочитайте слова, которые можно по аналогии запоминать. «Флюрография» — это фотография. Следующее обращение к администрации. За труд не надо забывать работников примировать. Сначала «звонит», а не «звонит», а потом «говорит». Так всегда. Телефон звонит, а потом кто-то что-то говорит. Слово «квартал» — только «квартал» на последний слог ударения. Независимо, городской это квартал или это отчетный период какой-то. Потому что «обрал». Да, потому что «обрал». Включит. Воду включили, воду отключили. Свет вот очень часто в этом слове делают ошибку. И «каталог». Потому что «монолог», потому что «некролог». Не «монолог», «некролог». Иногда эти приемы, ну не иногда, а достаточно часто, можно придумывать самим. И психологи, я читала рекомендации, чем нелепее они, эти приемы, тем лучше запоминается информация. Следующее задание — это орфоэпические нормы, повторяем. Посмотрите, пожалуйста, это второе задание и тоже попробуйте найти правильный ответ. Пишется оба слова «идекан» и «декан» через «е». Просто мы хотели так произношение звуки показать. Какой звук правильно? Точно так же и четвертое. Где-то пропали скобки квадратные. Как вы считаете, в первом, в первой строке какой правильный вариант? Афера. Афера. Какая-то сфера, представляете себе, сферу медицинскую, может быть, еще какую-то сферу деятельности свою, и там какие-то аферы. Сфера, афера. Сфера махинаций. Махинации какие-то. Афера, афера нет? Нет, это неправильно. А декан или декан? Декан. Эти нормы уже стали равноценными. В тестах, конечно, у нас таких заданий не будет, но мы просто хотим вам показать, что есть равноценное значение, когда и так, и так правильно говорить. И вообще орфоэпические нормы, они очень подвижные. То, что со временем было неправильно, уже становится правильно. Такая история со словом кулинария. Раньше правильно было говорить, только кулинария. Сейчас и кулинария, и кулинария – это равноценное значение. Например, тефтели, да. Только тефтели. А теперь и тефтели, и тефтели – равноценные варианты. И так, и так будет правильно. Так вот, раньше правильный вариант был только декан. а теперь и твердый и мягкий звук правильно говорить что дальше желчи или желчи раньше правильный вариант был только желчи запоминали по аналогии желтый сейчас равноценный вариант и желчи желчи и так и так будет правильно мы ориентируемся на академию российскую я потом в конце покажу могу вам показать если вас и вам это интересно словари на которые мы опираемся слова 18 года изменения правилах русского языка поэтому все сверяем и еще есть такой словарь словарь ударений для работников радиотелевидения но его достаточно трудно купить надо я еще не приобрела себе коллег есть не знаю надо заказывать вот на эти пособия мы ориентируемся исключительно на российскую федерацию потому что наши лингвисты уже предлагают кофе сделать среднего рода и в некоторых пособиях это черным по белому прописано нет не верьте пока россияне не примут среднего рода кофе исключительно мужского рода вкусный черный горячий следующий в четвертом на ваш взгляд какой правильный а или б диспансер или диспансер а правильно диспансер представьте себе какой респектабельный сэр пришел диспансер проверить хорошим нормы все свекла или свекла 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 можем предложить не она только в единственном есть существительные много стекла на штука как и молоко как и сахар кофе даже если у вас будет 100 банок все равно это будет кофе мы тоже предлагаем учащимся вначале представить себе картинку какую-то у всех они конечно разные правая полушария работы у всех по-разному но название одно название имя у девушки свекла наверное вегетарианка если ела свеклу любит ногти тоже сразу подсказка наращенные потому что притягивают взгляды восхищенные новорожденные новорожденные да можете тоже придумывать себе какой-нибудь прием ну а двух родителей рожденный может быть что-нибудь вот так что запоминались дарение ударение всегда но можно сказать и кто знает что тут пишется и она же не указывается над буквой и точечки не ставим в речи в речи и новорожденные также как и нарощенные чаще слышите какую какой вариант что нарощенные ногти да на слуху наращенные они наращенные потому что парни восхищенные восьмое задание бытие или бытие как это иван васильевич меняет профессию житие ты мое житие мое так и так и бытие как и житие буква е правильно еще раз повторяю даже если это какой-то нелепый прием кому-то может показаться что он смешной глупый не важно не важно какой диагноз поставит доктор главное чтобы человек был счастливый так и тут неважно что подумают учащиеся или участь ученик учащиеся или участники семинара главное чтобы был результат на ct до следующий раздел это орфография повторяем словарные слова безударные гласы которые можно проверить ударением и которую нельзя проверить ударение так называемая словарные слова я считаю что самое легкое правило русского языка гласит она запомнить или справиться по словарю но подеты все запомни слова из теста тоже помогают мнемонические приемы сверстник с одной версты представить себе какую-то дорогу путь стоят на нем два сверстника и ровесник с одной весны тоже нужно себе представить картинку и в ровеснике нет буквы т сверстник ровесник ошибка опасные слова это все слова из тестов компания компания с буквой о я круг приятелей компания друзей а с буквой а мероприятие еще иногда предлагаем учащимся два-три человека выходят встают с мест и можно предложить взяться за руки образовать круг они видят вот этот круг в середине мы становимся вместе преподаватель в том числе вот мои друзья мы образовали круг значит мы компания а если комбайны на полях тракторы или не дай бог танки то это компания буквой а дальше слова обоняние обаяние обаяние от древнего глагола баять и красиво говорить обаять речами и в общем то сохранилась и белорусское слово есть такое можно слышать баяла соседка какую-то новость там рассказывают бабушка бабушки и обаятельный человек умеет обаять речами еще фразу можно записывать а обоняние связано с глаголом вонять и мы говорим зловония но мы говорим и благовония представьте себе сыр с плесенью какие ассоциации он у вас вызывает ароматный ароматный виноград или персик или шанель номер пять это уже другие ассоциации предлагаем вам посмотреть маленький отрывок чтобы запомнить эти слова и 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 Низина. Дол. То, что внизу. Мы говорим подол платья или подол юбки. Может быть смешно или нелепо выглядит, но это, кстати, наши учащиеся сами предложили проверять долина Ларисой Долиной. Запоминают. Главное, что запоминают. Фиолетовый пишут с ошибками. Фио. Фамилия, имя, отчество. Фиолетового. Посмотрите мнемонический прием, который помогает запомнить орфографическое правило правописания корня пол со словами. Задание 5. Номер 5. Дефис пишется в словах, если слово начинается с Л, пол лимона, с большой, пол бреста и с любой гласной, пол апельсина. Исключение пол литровка, потому что нет такого слова литровка. А теперь, используя этот мнемонический прием, напишите правильно. Пол мира, как напишите, коллеги? Слитно. Слитно. Пол арбуза. Дефис. 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 Потому что пол лба. А. А, гласная. Пол Минска. Через Дефис. Дефис. Пол лба. Пол стола. Дефис. Слитно. Пол лимона. Через Дефис. Дефис. И пол Европы. Дефис. Если есть пол лба, пишем через Дефис. Если нет лба, пишем слитно. Слитно. Не вместе. Вместе вы чай пьете. Да. Пишется слитно. Я перескочила немножко. Посмотрите, пожалуйста, третье задание. Угу. Напишите правильно, на ваш взгляд, как должны писаться эти слова. Искусство двое. Искусство двое. Угу. Профессия двое. Некоторые слова запоминать нам помогает математика. Один к двум. То есть вторая согласная двойная искусство, вторая согласная двойная профессия, вторая согласная двойная, потому что ошибку могут писать и две буквы «ф». Поэтому мы говорим, что один к двум. Аллея двойная согласная. Алла на аллее, а Галя в галерее. По аналогии можно запоминать. В ванной висит панно. В ванной и панно две буквы «Н». Целлофан тоже можно запоминать один к двум. И пессимист предлагаем такую картинку. Очень-очень грозный песик какой-нибудь. Может быть, ваш большой, маленький. Представить его окрас. Представить размер. Ну, как можно подробнее его себе нарисовать. И зовут его Сима. Пес Сима. Пессимист. Поэтому две буквы «С». И четвертое задание. Корни с чередованием. Правило гласит. Если после корня есть суффикс «а», то в корне пишется буква «и». Мы учащимся тоже предлагаем найти в слове иру. Ира. Если получается ира, значит, пишем букву «и». Если ира не получается, нет суффикса «а», значит, пишется буква «е». Поэтому замереть, ира нет, но вытереть, извините. Запереть, «е», замирать, есть ира, буква «и». Задирать, ира, убирать, ира. Собирательный ира есть, но соберут, иры нету. Здесь правописание зависит от суффикса «а». Посмотрите на шестое задание. Правописание суффиксов «чик-щик». Вы помните, когда пишется суффикс «чик»? Нет. После каких букв? З, С, Ж, Д, Т. Выйдите через 15 минут и забудете их. Точно так же и учащиеся. Буквы трудно запомнить. А если представить себе картинку? Девушка. У каждого она, конечно, своя в правом полушарии. Что-то делает. Может быть, сидит. Может быть, стоит. Но она чего-то ждет. Запоминаем правописание суффикса «чик» по фразе. Зося ждет. Девушка у всех разная, но зовут ее у всех Зося. Все Зоси. Так вот, если Зося ждет, тогда пишется суффикс «чик». Ну, может быть, чтобы воробей зачирикал. Дальше можете уже развернуть эту цепочку, чего она ждет. И поэтому, если Зося ждет, мы пишем «грузчик», хотя произносим «грузчик», «описчик», «перебежчик», «обходчик», «газетчик». Если Зося не ждет, пишется суффикс «щик». И смазчик пишется «грузчик», «зося ждет». А теперь сделайте шестое задание и назовите цифры. Ой, буквы. Где пишется суффикс «чик»? А, б, д. А, б, д. Да, там Зося ждет. В остальных словах Зося не ждет, значит, пишется суффикс «щик». Следующий раздел, который мы повторяем, это состав слова «словообразование». У вас тоже есть задание, номер один. Укажите, от каких слов образованы слова. Я знаю, как пишется. Посмотрите, первое задание. Это все слова женского рода. Учащиеся запоминают. Существительные женского рода, обозначающие лиц по профессии, национальности, образуются от соответствующих существительных мужского рода. Предлагаем представить себе древних людей, первых Адам и Ева, и запомнить. Сначала был Адам, потом Ева. Поэтому сначала писатель, потом писательница. Сначала гость, потом гостья. Ну и так далее. Ваше задание, видите, да? И у Анны Ахматовой читаем. Долгим взглядом твоим истомленное, я сама научилась томить. Из ребра твоего сотворенное, как могу я тебя не любить? То есть сначала он, потом она. Вот так мы запоминаем словообразование. Как-то не биологически. Следующий раздел — морфология. Задание номер один. Е или И. Напишите, как вы считаете, окончание Е или И правильно. Здесь нам тоже помогают мнемонические приемы. Но правда нужна самая малость. Вспомнить склонения существительных. К первому склонению относятся существительные женского мужского рода с окончанием АЯ. Ко второму склонению относятся существительные мужского рода с нулевым окончанием. И среднего рода с окончанием ОЕ. И третье склонение — это существительные женского рода с нулевым окончанием. Печь, дочь, ночь. Вот такие. Если это помнить, то по аналогии. Голова, плечо, грудь. Голова — это существительное первого склонения. Плечо — это существительное второго склонения. Грудь — это существительное третье склонение. И вот у вас первое задание. В постели. Вы не знаете, как написать. В постели или в постели. Постель — это существительное третье склонение. Значит, подставляем слово «грудь». В груди. Тут четко слышится. Поэтому окончание И. В тоннеле, на опушке, о злодеи. Окончание Е о дружбе. Ну, о мозоли. Тоннель — существительное мужского рода второго склонения. У нас подсказка слова «плечо». Подставляем. На плече. В плече. Четко слышится Е. Значит, в тоннеле. И, кстати, слово «тоннель» пишется в двойное написание допустимое. И буква О, и буква У. Так, дальше. Посмотрите третье задание. По вас или по вам? Третье, третье. Третье, третье. Третье, третье. Третье, третье. Увы. Номер три. В изгнании я скучал по вы. По вас или по вам? По вам. Сейчас поможем. Может, и по вас. Александр Сергеевич наше все помогает. По вас. И подписался просто АС. Кто такой АС, я надеюсь, вы понимаете. Задание номер четыре. Крайне трудное для учащихся. Правописание суффиксов ЕЦ и ИЦ. Если я вам озвучу, как из ося ждет вот эти буквы, вы через 15 минут их благополучно забудете. И точно так же это правило. Если я вам скажу, что суффикс ЕЦ пишется в существительных мужского рода и в существительных среднего рода с безударным окончанием, с ударным. Суффикс ИЦ пишется в существительных женского рода и в существительных среднего рода с безударным окончанием. Вы вообще поняли, что я сейчас сказала? Поняли, но не запомнили. Очень хорошо запоминаются правописания существительных мужского рода. Представьте себе, опять-таки взываю к вашему правому полушарию, какого-нибудь красавца. У каждого он свой. Но у всех он одет в пальто. Это принципиально. Запоминаем в аппарате. Красавец-пальтецо. Если красавец-пальтецо, тогда и мерзавец, и все остальные существительные мужского рода пишутся с суффиксом ЕЦ. Теперь представьте себе девушку, женщину, красавицу. Тоже запоминается по фразе, но только красавица в платьице. Суффикс ИЦ пишется в существительных женского рода и в существительных среднего рода с безударным окончанием. Поэтому посмотрите задание. Красавец, мерзавец, пальтецо, красавица, платьице, маслице, именице, письмецо и так далее. Подставляете красавец в пальтецо или красавица в платьице и поймете, какой суффикс правильно нужно писать. Красавец, если красавица в пальтецо, то упрямец, питоумец, канадоходец, письмецо, ружьецо, дублицо. А если красавица в платьице, то метелица, владелица, бессмыслица, именица, здоровьица, несчастьица. Следующее задание. С этим все понятно, да? Следующее задание номер пять. Какой из вариантов правильный? Часто, да, мы слышим одеть, надеть. Надеть на себя. А что мы одеваем или кого мы надеваем? Кого одеваем? Одеваем, да. Мнемонический прием, который помогает запоминать употребление этих слов. Одеваю кого? Надежду, то есть человека. Девочку, мальчику, человека. Надеваю что? Одежду. Куртку, брюки, блузку. Еще можно запомнить по местоимению она. По первым буквам, видите? О, надежду, на. Или на, наоборот. Она значит одеваю дочь сына. Это прием для школьных. Это прием, который мы используем для сучащимися, да, помогаемые. Есть прием для взрослых. Вообще, я считаю, что этот пример очень важен, потому что сплошь и рядом употребляют эти глаголы неправильно. Вот. Я сегодня одела брюки, да, я сегодня одела пальто, и прям вот поголовно. Или здесь есть задание Д, посмотрите, надеть сапоги. Вообще, обувают обувь. И еще один раздел. Синтаксис и пунктуация. Вызывает большие затруднения постановка тире между подлежащим и сказуемым. На ваш взгляд, где ставится тире? Почитайте, посмотрите, сделайте это задание. Не поставить тире помогает фраза «я не есть существительное». Если подлежащее выражено местоимением «я», «он», «ты», а сказуемое существительным, видите, подчеркнут одной и двумя чертами, как у нас это принято делать. Если есть отрицание «не» перед сказуемым, и если есть слово «есть» перед словами «это вот» значит мы ставим тире, а перед словом «есть» мы не ставим тире. И вот эта фраза «я не есть существительное» помогает учащимся помнить, что в таких случаях тире не ставится. Поэтому тире мы не ставим. Номер помогайте, подсказывайте. Там же слайд открыла. А, там же слайд открыла. Все, один, два, четыре. В этих предложениях тире не ставится. «Я не есть существительное». Второе задание. Второе задание. Запятая на стыке союзов. Сложное предложение, когда очень много знаков припинания, и нужно понимать, где запятая ставится, где не ставится. Стык союзов подчеркнут, выделен, видите. Скажите, нужны там запятые или не нужны, и почему? Нужны или почему не нужны? Да, совершенно верно. В первом предложении не нужна запятая, а во втором случае нужна запятая во втором предложении. Здесь помогает физика. Закон сохранения энергии. Если в одном месте убывает, то в другом месте прибывает. Постановка запятой зависит от второй части союза. То. Знаете, в русском языке есть двойные союзы. Если то, хотя, но. Если союз в первом предложении, посмотрите. Если то присутствует, то запятая отсутствует на стыке союзов. Во втором случае, то отсутствует, видите, там нолик, пустой кружок. Значит, запятая на стыке союзов присутствует. Это, кстати, сами учащиеся вывели это правило. Но в техническом вузе, в РТИ, это они придумали технари. Использовали физику для постановки кнопок при пинании. Вот, пожалуй, вкратце и все, чем мы хотели с вами поделиться. Единственное, что напоследок еще слово рефлексия или рефлексия. Запоминаем. Задание 2 мы еще пропустили. Какое? Дозвольшее, окончание прилагательное. А, вот существительных определить. Что пропустили? Окончание, окончание. А здесь просто есть задание, которое мы в качестве примера привели. Вы можете сами придумывать какие-то мнемонические приемы. Запоминать. Ну и вот еще одно слово, которое очень часто встречается и часто в нем делают ошибку. Рефлексия. Мы предлагаем запомнить, что это слово от слова рефлекс. Можно проиллюстрировать такая вот картинка, чтобы запомнить это слово. Ударение в этом слове. Ну и в конце нашего семинара мы вас просим оценить нашу работу. Для этого вам нужно просканировать QR-код и оценить по десятибалльной шкале наш сегодняшний семинар. Либо, если нет у кого-то, возможно, сканера для QR-кодов, сейчас Ольга Петровна отправит в группу ссылку. В нашу группу семинар. Получились? Да, получили. Спасибо большое за ваши оценки. Может, есть какие-то вопросы, комментарии? Спасибо. Спасибо вам, что мы немножко повторили, как правило. Надеюсь, вам помогли эти правила что-то запомнить, что-то воскресить в памяти. Наконец-то неправильно все произносить. Мы разговаривали ваши презентации, чтобы форту нас перебить. Спасибо. Пожалуйста, в нашем университете вы используете, да, при подготовке к ЦТ именно у вас? Да, конечно. А в мировых университетах такое видение, да? Нет, ну почему? У каждого преподавателя свои приемы. Но некоторые из этих правил мнемонических, они очень такие старые, известные. Вы знаете, это информация, собранная годами. Да. Иногда вот прямо на занятии возникают. Вот совместно можно что-то придумывать. Вы вспоминаете, именно как на САП, который в ЦТ, да, вот такого вот помощи не было. Нет, не было. И когда спрашиваешь у учащихся, вы что-нибудь знаете о мнемонике, используете? Нет, не знаем. Ну, кого-то, кто-то знает. Нет, не знаю. Спасибо.